Здравствуйте, товарищи! У нас есть очередная глава, одновременно и простая и сложная. Простая она потому, что рассматривает простые вещи, а сложно из-за школьной привычки воспринимать окружающий мир в рамках формальной логики. Поэтому рассмотрим данную главу не совсем в том порядке, каком она звучит у Гегеля. Тождество Первоначальный закон формальной или математической логии звучит как тождество – А равно А. Но это тождество бессодержательное и никуда нас не ведет. Проще говоря, это тавтология. Если переводить на яблоки, то яблоко равно яблоку. Из этого разницы нельзя ничего вывести, как из тождества – А не равно не А. Или яблоко не равно не яблоку. Поэтому в учении о сущности используется категория тождества, а не равенства. Термин тождественно похожее подразумевает не только некую одинаковость, но и различность. Тождество – это некоторая одинаковость и различность одновременно. Давайте все же по порядку. До категории тождества надо еще дойти. Берем рефлексию с прошлой главы. Рефлексия – это освещение сущности в самой себе. А сущность – это бесконечное возвращение в себя. Давая подлинное определение, мы должны отразить не только внешние различия, но и безразличное, то есть противоположность. Для чего придется сравнивать сущности между собой? Равны ли яблоки на экрану нашему представлению о том, как должны выглядеть яблоки или нет? Для начала сравниваем сущность и ее рефлексию в нашем представлении. То есть изображение первого яблока и его отражение в наших глазах. Если они тождественны друг другу, то можно сделать вывод, что сущность – это простое тождество с собой. Это абстрактное тождество, ведь мы сравниваем сущность с самим собой, со своим отражением в нашем голове. Следом, мы должны проделать умственную операцию отрицания бытия в себе и опять получить тождество. Если брать отрицание тождеству, то это будет различие, причем абсолютное. Мы берем только различие и ничего более. Первое яблоко не равно его отражению на сетчатке глаза. В первом случае у нас настоящий фрукт, а во втором только его отражение, причем в уменьшенном виде. Если же сравнить первое и второе яблоко на слайде, то они хотя и равны по размерам, но все-таки чуть разные. Ведь это очевидно, что нарисованы два разных яблока, у них немного разный цвет. Не бывает двух абсолютно одинаковых яблок на свете. Даже если их скопировать с точности до молекулы, то они все равно будут отличаться. Например, как отличаются все атомы водорода во Вселенной. Каждый из атомов занимает свое определенное место и каждый из них имеет свою уникальную координату в пространстве. Короче, оба яблока одинаковы и различны между собой одновременно. Или говоря еще проще, два яблока на экране тождественны между собой. Различие – это момент тождества. Оно может быть простым. То есть, соотношение самим собой, или говоря математически, а не равно минус а. Еще различие может быть абсолютным, когда у нас есть различные сущности, то есть А не равно б. Разные сущности – это когда они безразличны друг к другу из своей определенности. Например, яблоко и груша. Одинаковость сущностей – это их внешнее тождество, а неодинаковость – это внешнее различие. То есть два яблока внешне тождественны друг к другу, но при этом не одинаковы снаружи. Суть рефлексии состоит в тождестве и различии. Мы мысленно сравниваем с сущностью наше представление о ней. Отрицательное единство обоих дает отношения, что позволяет сказать, в каком-то отношении рассматриваемые предметы тождественны, а в каком-то различны. Тождественны не только оба яблока на слайде, но и в каком-то отношении фрукт под названием груша – тождественным фруктом под названием яблоки. Все, что нас окружает, является в каком-то отношении тождественным друг к другу. Ведь все вокруг состоит из одинаковых электронов, протонов и нейтронов. Определенная рефлексия дает противоположность, завершенную различность. Проиллюстрировать противоположность лучше всего на декартовой сетке координат, когда одинаковый путь отложен в разные стороны. Формально разность длины этих путей дает нам 0, но с другой стороны мы прошли оба пути просто в разные стороны. А значит мы должны сложить их по модулю, вводя новую математическую операцию, так как длина пути в обе стороны будет общей. Попробуем от точки 0 пройти один километр на север, а потом вернемся назад и продем еще один километр в противоположную сторону, на юг. Итого мы прошагали три километра, а в координатах это будет минус один километр. Получается противоречивая картина между наблюдением вживую и арифметическими действиями. Математики вынуждены выводить еще один костыль под названием траектория. Противоречия. Различие у нас распалось на два момента, разность и противоположность. Определены они один через другой, но при этом взаимоисключающие, то есть они по сути два самостоятельных определения рефлексии. Получается, что рефлексии есть противоречие, раз у нее существует два различных определения. Различие вообще заключает в себе противоречие, ведь мы ищем, чем разные сущности противоречат друг другу, чем они отличаются. Разрешенное противоречие представляет сущность как единство положительного и отрицательного . Гегель пишет, что обычно в качестве примера положительного берут свет отрицательного тьму, что не совсем верно. Дело в том, что тьма совершенно простая сущность, не содержащая в себе свет. а значит она и должна выступать как положительная. Отрицательная координата более сложная, она может быть какой угодно, уходить в любую другую сторону. Свет более сложен в отрицании тьмы, он имеет разные спектры и разную интенсивность. В диалектике положительные и отрицательные едины, так как они суть, моменты различия. В формальной логике весь мир делится на А и отличный от А, третьего не дано, что опять приводит в тупик. Тожди со сущностей СА через разность и единственных допускает существование не только А, НЯ, но и чего угодно другого. Применительно к яблокам, с формальной точки зрения весь мир делится на равное красному яблоку и неравное красному яблоку. Другого просто не может существовать. С точки зрения диалектики красное яблоко и зеленое тождественное между собой. Они одинаковы как два плода яблони и одновременно различны по цвету, так как относятся к разным сортам. При этом их тождество не мешает существованию других сущностей, например в свету, который не тождественен яблокам. Хотя погодите, ведь все яблоки и весь свет во вселенной произошли из одного большого взрыва. А значит в чем-то они все же тождественны, как минимум в точке сингулярности, с которой они разлетелись в разные стороны и продолжают разлетаться все дальше и дальше. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова